Дорогие друзья, всех приветствую. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как слышно, не хрипит, все нормально, звук лично 10, 10, 10. Супер, что сегодня все нашли время, но сегодня не так уж нас много, как ожидалось, конечно, видимо, это связано с майскими теплыми днями, которые у нас наступают и весна никак не уходит, но сейчас вроде как-то уже и летом запахло. Напишите, пожалуйста, кто с каких стран у нас сейчас здесь присутствует, очень интересно было узнать, Украина, Россия, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Украина. Отлично, отлично. Всех я вас поздравляю. Поздравляю с тем, что с принятым решением в субботний день прийти на это потрясающее событие Телемост, где мы сегодня с вами будем делиться теми событиями, которые действительно у нас являются важными в развитии нашего проекта и те события, что являются результатом нашего с вами совместного труда, я это так назову. Сегодня для вас выступят все наши спикеры, все наши директора, все наши члены правления, и каждый из нас расскажет вкратце какие-то новости о планах, то, что будет у нас происходить в ближайшее время. А хочу так вам сказать, что все только начинается, что прошло три года с момента 2014 года. Когда мы начинали, это когда на первых вебинарах о технологии Skyway, когда у нас была одна компания RSV, сидело там 15, 20, 30 человек, а я вам так скажу, начиналось тогда все в первый раз и начинается спустя три года, что мы сейчас проделали огромную работу вместе с вами, с нашими инвесторами, и это нам дает сейчас потрясающий толчок для того, чтобы идти вперед дальше, дальше к новым вершинам. Дорогие друзья, что я сегодня хотел задеть, какие темы. В первую очередь хотел опять же вас поблагодарить за то, что у нас на сегодняшний день, он виден рост нашей компании, рост наших инвесторов, акционеров, партнеров, он неумолимо растет, и растет уже просто в геометрической прогрессии. Стран у нас уже более 250, я уже на самом деле сбился со счета, сколько их, потому что каждый раз, когда мы смотрим аналитику, мы видим какие-то страны, которых даже иногда бывает, что мы, может быть, когда-то слышал, но может быть один-два раза максимум, и то где-то в новостях по телевидению. Также у нас идет активно очень рост инвестиций, вы сами это, активные партнеры у того, у кого есть структуры, вы сами это прекрасно видите на ваших реферальных бонусах, на количестве людей в ваших структурах, вы видите сейчас полностью по всем вашим уровням, сколько людей. И в день бывает мы достигаем уже порядка 800-900 регистраций. Это на самом деле огромный, огромный показатель, да. Мы к нему буквально, наверное, полгода назад у нас было там 150-200-250 регистраций, то сейчас уже такие пики, они видны, намечаются довольно часто. Также, как вы видите, не знаю, успели вы заметить, не успели, в личном кабинете у нас постоянно проводятся обновления, постоянно мы добавляем что-то новое для лучшей работы, для удобства работы вам с инвесторами, или чтобы вы могли как можно больше рассказать людям о проекте Skyway. А в частности, вчера буквально мы добавили греческий язык, за это мы выражаем огромную благодарность Эви Стэнман, руководителю отдела переводов. И теперь те лидеры, которые ждали у нас непосредственно, когда мы сделаем личный кабинет, у нас этот рынок начинает сейчас активно развиваться. Также в ближайшее время, я могу, конечно, ошибиться, но ошибиться в меньшую сторону. У нас ожидается перевод на китайский язык, и также для Индии у нас будет перевод. Но я знаю, что у нас либо уже появился, по-моему, появился нидерландский язык буквально недавно, и сейчас еще готовится порядка трех или четырех языков. Поэтому в самое ближайшее время у нас наш рынок будет просто взрываться. Для Индонезии, не Индии. Но и для Индии также, и для Индонезии. Значит, сейчас на данный момент у нас еще что готовится. Буквально, я думаю, к середине июня мы вам представим на всех тех языках, которые у нас на сегодняшний день непосредственно представлены в личном кабинете, а также добавятся. Мы сейчас делаем большую такую страницу в нашем личном кабинете, также мы ее повесим на сайт, это будут часто задаваемые вопросы. Мы их сделаем, мы сейчас их делаем, подготавливаем в формате видеоответов. Все это нужно для того, чтобы каждому партнеру, каждому нашему инвестору не искать информацию в интернете, не ходить смотреть различные источники, хотя это также делать очень нужно и очень полезно. Он сможет зайти в наш личный кабинет, выбрать тематику того вопроса, на который он хочет получить ответ и сможет спокойно получить на всех языках ответы на те вопросы, которые его интересуют. Это будут юридические вопросы, это будут общие вопросы, это все те вопросы, которые задаются вам каждый день при встречах, на конференциях, на презентациях, абсолютно все. Мы постараемся сделать максимально, ну просто насыщенный ресурс, который будет как палочка-выручалочка каждому нашему инвестору. Те, кто ранее каких-то ответов не мог найти, да, он там их сможет найти, также те партнеры смогут направить своих новичков, там те, кто только пришел к нам в проект и познакомиться, вот, непосредственно на этот раздел. Также хочу заакцентировать свое внимание, и это очень важно на самом деле. Всем партнерам, вот, пользуйтесь, пожалуйста, и используйте ту информацию в своей работе для привлечения в работе по партнерской программе. И вообще, в принципе, в информации, которую вы распространяете по социальным сетям, репостите, ставите лайки, да, и сами просто размещаете посты на своих страничках. Используйте, пожалуйста, ту информацию, которая публикуется непосредственно на официальных ресурсах. На официальных ресурсах Skyway Capital, ну также, да, головной компании. Мы вас очень просим, и я вам так скажу, вы нам очень будете помогать тем, если вы будете доносить ту информацию, которая идет непосредственно от самой компании. Сейчас очень много информации, которая размещена, ну, с ресурсов, которые непонятно откуда. Кто-то где-то что-то услышал, кто-то кому-то что-то где-то рассказал, кто-то еще как-то это по-своему домыслил, и где-то у себя разместил. Об этом увидело там 300, 500, 600 человек, кто-то подхватил, вот и понесла у нас вирусная реклама той информации, которая в действительности, ну, не совпадает, да. Потом мы получаем кучу вопросов, на которые нам приходится отвечать, мы тратим очень много времени. Но тем самым, когда компания дает уже тот ответ, который в действительности, да, и он не совпадает с теми, которые у нас распространяются по всем ресурсам нашим медиа, вот, это никак не влияет положительно на работу по партнерской программе и вообще в целом на проект. Вот, я вас очень прошу, дорогие наши партнеры и инвесторы, вы нам очень, вот, будете помогать, если вы действительно будете понимать ту ценность, которую вы будете нести, вот, брав эти ресурсы, ну, брав информацию с официальных ресурсов. И наоборот, если это будет где-то взято просто от партнеров, где-то что-то подумали, переделали и разместили там в ВКонтакте, в Фейсбуке и поехали и так далее. Вот, я надеюсь, что вы меня услышали, вот, очень рассчитываем на вашу сознательность. Так, также, вот, еще о чем хотел затронуть такую тему, вот, сейчас всем очень внимательно. Вот, сейчас скажу о таком моменте, да, который, вот, вы действительно попадете вот в историю и будете завпечатлены там, наверное, уже навсегда. Как вы все знаете, что 1 июля у нас будет экофест, который будет проходить в эко-технопарке. И головная компания подготовила, ну, потрясающий такой момент, вот, я вам не скажу, как оно будет выглядеть сейчас, чтобы вот это оставалось сюрпризом. Но мы вас все очень просим, мы размещали на наших ресурсах просьбу о том, чтобы каждый присылал, ну, те, кто хотят, буквально ролик там на 1 минуту, не более, о том, что привет экофест, да, я с такой стороны, меня зовут вот так. Так, вы можете найти там в группе ВКонтакте, в новостях, в ЛК, на нашем сайте об условиях, что нужно прислать, вот, непосредственно, какой ролик и на какую почту, почта это экофест собака skyway.capital, вот, и те, кто нам пришлют вот эти все ролики, будут отобраны лучше, но я думаю, что будет отобрано большинство. И будет для вас очень приятный сюрприз, который войдет в историю навсегда и, скорее всего, останется в музее skyway. Вот, обязательно просто вот сделайте то, что вот я сейчас, о чем я вам сейчас говорю. Присылайте эти ролики, ну, не так много времени осталось, чтобы это все сделать, монтировать, да, вот, но это будет круто. Также, что хотел сейчас задеть, хотел бы поставить акцент на том, что у нас сейчас завязались очень тесные сотрудничества с нашей брокерской компанией, с которой мы работаем. Компания называется Impact Trading, вы ее сейчас можете в личном кабинете наблюдать непосредственно по предоставлению нам услуги по банковскому переводу, да, там, от 300 долларов инвестиций, вы можете заплатить нам через нашего брокера, вот, через нашего партнера. Вот, также хочу сказать, что для многих стран мы знаем о платежных системах, да, какие возникают сложности там при оплате. Сейчас буквально уже, вот, именно с Impact Trading мы прорабатываем мерчанты и буквально 4 мерчанта у нас появятся. Ну, первое, я думаю, что уже к концу следующей недели мы представим для карт MasterCard, покажем объемы, нам дадут, подключат визу, да, и потом мы подключим еще 3 мерчанта. И о чем, ну, что это такое, да, это возможность оплатить картой с любой точки без каких-либо ограничений. Да, возможно, по транзакциям будут ограничения, но это на самом деле хорошая новость, потому что у Impact Trading уже заключен договор первый, я точно знаю, непосредственно с мерчантом, который предоставил. Вот, там буквально технические моменты сейчас утрясаются и следующая неделя это уже у нас намечается запуск. Вот, и также еще такой момент будет приятный для наших европейских инвесторов, что сейчас ведутся переговоры у компании Impact Trading, да, вот нашего партнера-брокера, непосредственно с европейским банком для открытия там счета. Вот, о чем это говорит и в чем плюс, да, у европейского банка, как вы все знаете, ну, знают те, кто живут в Европе, есть такая система IBAN, да, когда буквально там за копейки делаются переводы со счета на счет и эти переводы приходят там буквально в течение нескольких часов, ну, в течение одного дня в 99% случаев. И это на самом деле также очень такая хорошая новость, да, я думаю, что этот момент у нас должен, ну, разрешиться уже в течение вот последующих двух недель. Ну, и также хотел что еще отметить, что в ближайшее время, ну, как в ближайшее, ближайшее именно по всем этим трудозатратам, я думаю, ближайшие 4-5 месяцев у каждого инвестора будет уже возможность инвестировать через инвестиционный фонд. Это будет два инвестиционных фонда, и мы постараемся это сделать по максимуму быстро, но здесь уже как получится. Вот, пока я не буду говорить об каких-то деталях, да, там, юрисдикциях еще там что-то, да, но мы сейчас, команда вот Skyway Capital плотно занялись этим вопросом. И это на самом деле, это будет потрясающий инструмент вообще для работы во всем мире, ну, практически во всем, кроме там определенных стран, которые не хотят сотрудничать ни с какими иными инвестиционными фондами, как только лишь, ну, с внутренним, со своими. Вот. Дорогие друзья, ну, в принципе, это все новости, да, там, которые я вам хотел рассказать, вот, какие преимущества. Давайте вот об этом мы уже поговорим позже, да, возможно, уже на следующем телемосте, ну, я уже подготовлю непосредственно преимущества, какие будут, вот, и уже об этом расскажу, открою. Дорогие друзья, еще раз хочу повториться, что сейчас в то время, вот, как раз 2017 год, да, прошло три года с момента того, как мы начали все, ну, запустили этот проект, прошло просто, ну, колоссальное количество событий, которые мы с вами вместе прожили. И я вам так хочу сказать, помните одно, что это только начало того огромного большого пути, возможно, длиною в жизнь, которую мы с вами начали. Вот, всем удачи, всем успеха, хорошего настроения майского, все. Я хотел бы сейчас предоставить слово Владимиру Маслову, член управления компании Skyway Capital. Владимир, подключайтесь, он вам раскроет также новости и ответит на некоторые вопросы. Всего вам доброго, дорогие друзья, всех было приятно здесь видеть. Доброго дня, дорогие друзья, дайте мне обратно связь, слышно меня или нет. Тихо. Так, ну, вроде нормально слышно, настройте свои микрофоны и наушники. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Значит, спасибо Евгению. Перейдем к следующему вопросу. Это так называемые организационно-правовые вопросы, которые, как Евгений Кудряшов уже сказал, очень важны. Важны потому, что мы с вами вошли в такое время, когда мы уже не в коротеньких штанишках. И раньше посматривали, говорили, ну ладно, там посмотрим, что они там сделают. Все поняли, что на мировую, на мировой рынок выходит очень серьезный игрок. И я не буду сейчас вдаваться в подробности, это не тема моего разговора, об этом мы будем говорить на вебинаре, но я тоже просто повторю то, что сказал Евгений Кудряшов, что будьте внимательны, в различных источниках появляется и будет появляться все больше и больше сбивающий с толку информацию. Поэтому от этого есть одно хорошее лекарство. Обращайтесь к первоисточникам. А первоисточники есть у вас в кабинете. Обращайтесь с вопросами. Все члены правления, все наши партнеры в головной компании это высококвалифицированные эксперты. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Лучше знать, чем предполагать. Итак, давайте посмотрим, что еще самое очень важное, дорогие друзья, это то, что в последнее время создалась такая, ну как бы несколько такая напряженная как бы обстановка, когда люди не понимают и начинают сами предполагать и что-то додумывать. Не надо ничего додумывать. Поэтому моя задача была, я постарался ее максимально упростить, вот довести до вас еще раз самые основные моменты. Смотрите, основное, что у нас на девятом этапе, об этом мы уже говорили, это то, каковы у нас инвестиции. Каковы у нас инвестиции, ясно, что дисконтом акций для залога выделено по бизнес-плану 7 миллиардов, инвестиции 25 миллионов. Все ясно. Задают вопрос, а куда идут деньги. Смотрите бизнес-план, там все четко сказано. Я только самые основные моменты вывел. Это заключение контрактов на адресные проекты. Все осуществляется. На общую сумму до 5 миллионов долларов и более. Получить 5 процентов предоплату, это где-то 250 миллионов надо получить предоплату. Там нет 250 миллионов, но есть 5 процентов. Создание оборудования необходимо для опыта промышленной обработки, отработки сертификации и строительства по новой технологии. Очень важно, иначе выход и ценность тех акций, которые залоговые, как бы она, ну как бы, зависит очень мощно от этого, дорогие друзья. Следующий, очень вызов. Создание опытно-промышленной и производственной базы холдинга. Без этого дальше не продвинуться. И это тоже создается, это в бизнес-плане предусмотрено. И естественно последняя работа с заказчиками со всего мира, заключение предварительных контрактов и так далее. О чем как раз прекрасно вот сегодня на преддверии вот нашего телемоста и естественно в нашей масс-медиа, которая есть в Кэпитале и в РСВ, говорил Алексей Суходоев. И не только он. Многие говорят об этом. И так далее. Смотрим дальше. Смотрите. Очень просто. Мы когда-то для простоты упростили проценты. Вот акционерный капитал Global Transport Investment, который базируется на технологии. Акции А 66,77 и акции Б 33,33%. Если быть точным. Возникли трения и вопросы. Как так? Вы говорили 30, вы говорили 70. Вот точные цифры. Если люди не умеют считать, было сделано упрощенно, чтобы понимать, как примерно образование капитала компаний происходит. Теперь точно все знают. А акции это какая-то сумма, Б акции такая-то сумма. 15% от этой суммы акционерный капитал такой были заложены в Евразии на Real Skyway Systems Holding. Вместе с Skyway Capital происходили инвестиции. Через Skyway Capital происходили инвестиции. Выдавались залоговые акции и процесс шел. Процесс дошел до определенной стадии, когда стало необходимым и выгодным создать. Именно выгодным для нас всех. Я не выдаю сейчас подробности. Об этом мы говорим на вебинарах. Создать вторую компанию, которую сделали за счет акций, которые были у Unisky Corporation. Unisky. Эти акции, 18%, они были вложены в новую компанию в Евразии на Real Skyway Systems Holding 2. И это все для обеспечения и безопасности проекта, дорогие друзья. Идем дальше. Что происходит? Доли компании, компании Евразии 2 и Евразии на Real Skyway Systems Holding 1. Доля этой компании, залоговые гарантии они держат так. И доля этой компании, 15%, это 18,33% в компании Global Transport Investment. Все инвестиции идут в ЭК Технопарк. И в дальнейшем, когда это потребуется и будут условия, будут идти в адресные проекты. Но это следующий шаг, следующий этап, дорогие друзья. Поэтому смотрим дальше. Какова структура группы компаний Skyway? Структура компании очень простая. Global Transport Investment GTI. Она является первой акцией B, о которых мы говорили в Евразии на Real Skyway Systems. Это обеспечительные. Евразии на Real Skyway Systems Holding выпустил обеспечительные. Это обеспечительные акции. А учредитель вложил туда привилегированные акции. Теперь вторая компания создана. Точно такие же акции вложены. Но Unisky Corporation, Unisky, Unicorp вложил сюда свои акции. И чтобы инвесторам обеспечить обеспечительные акции. Теперь между инвестором и Skyway Capital есть договор инвестирования с обеспечением. А у Skyway Capital Global Transport Investment есть договор с поручительством. Все инвестиции, все идет за струнные технологии. А мы знаем, что это разработчик технологий или подготовитель и компания, которая ведет сертификацию на ВЭКО-технопарке. То есть практически ВЭКО-технопарк и в объекты, которые связаны с выведением технологий на рынок. Все, дорогие друзья, очень просто. Смотрим дальше. Я напоминаю, что много тут вопросов было, что вот смотрите, Real Skyway Systems Holding здесь 60 миллиардов, еще что-то. Откуда возникли 73? Показываю откуда. Вот они отсюда и возникли, дорогие друзья. Надо очень внимательно смотреть туда, о чем говорят и в документе. Смотрим дальше. Подтверждение есть абсолютно. Класс акций А. Есть Global Transport Investment. Все это есть в меморандуме. Здесь абсолютно адекватные цифры. Есть акции Б. Вот они здесь. Вот они здесь приведены. Global Transport Investment. Он вложил их в Евразию, Real Skyway Systems, Holding. Дальше. Смотрим дальше. Есть класс Б, который он вложил в Юницкий Корпорейшн. Приобрела. Вот они все здесь есть. 73 миллиарда. Я точно цифры именно. Теперь мой посыл вам, всем коллегам, которые мы этим проектом занимаемся. Инвестиционный проект Skyway очень важно сегодня знать. Я повторяюсь, но повторение мать учения. Что мы говорим? Мы говорим, что это венчурный проект, инновационный проект. Нас никто никогда не обвинит, что мы что-то не то говорили. Все знают, что такое венчурный проект. Проект стартап. Да, это проект стартовый. То есть новая технология, новые инновационные. Не только одна технология. Масса технологий. Алексей Суходоев, Сергей Сибиряков, во главе с Анатолием Эдуардовичем. Все говорят об этом. Сколько новых технологий выходит вместе с Skyway технологии, струнной технологии. Инвестиционное народное кредитование. Гарантии возвращения кредита, а не какие-то покупки или что-то, или продажи акций, залог, акции ограниченного доступа. Ограниченного доступа, а их нет на открытом рынке. Высокая выгода, но высокие риски. Риски по времени, но не по состоятельности или несостоятельности технологий. Что мы делаем? Важно, что говорим только то, что выяснили. Называем все своими именами. Излагаем официальную позицию. Официально, дорогие друзья. А не то, что где-то как-то и что-то придумал, или сказал, или пропустил через себя в великом желании привлечь кого-то к инвестициям, потому что ему тоже это скорее всего выгодно, да? Готовимся профессионально и обращаемся за разъяснениями. Все. Это залог нашего общего блага, дорогие друзья. Идем дальше. Смотрите, что за этим стоит. Повторяю. Технологии, которые выходят в массовое использование, факт. Проект развивается по бизнес-плану, факт. И ФТП в 2017 году будет сдано в эксплуатацию. Создана, развивается база для бизнеса. Как с командой, так и как инвестору. Не буду сейчас даваться в подробности, об этом говорим другом. Необходимость привлечения, я посчитал, это мое мнение. Может кто-то скажет иначе, но в бизнес-плане четко видно, что с 10 по, то есть следующего этапа, по 15 еще нужно или предполагалось привлечь 150 миллионов. Другой вопрос, сколько надо еще в проект. Понимаете? И от этого зависит то, как и когда, что, где может по вероятности закрыться. Но проект, развитие проекта этим не закроется. Дальше еще мои коллеги будут об этом говорить. Гарантия и обеспечение инвестиций создана. Для этого создана структура группа компаний. Смотрите меморандум. инвестиции с обеспечением. Смотрите договор, дорогие друзья. В договоре, обращаю ваше внимание, глава третья, передача акций. Особенно, посмотрите, пункт 3.9, глава 4, глава 5. Но ознакомьтесь с тем, что является основой вашего будущего благополучия, чтобы ничего не придумалось. Там все есть. Положительный опыт есть, есть. Какой? Строительство ЭТП, это колоссальный опыт, который перенимать начинают в Индии и в других странах. Проектирование. Есть, есть. Мощнейший опыт. Сотни проектантов сидят. Народное финансирование. То есть, когда говорят, это краудинвестинг, это краудфаундинг, говорите, что хотите. Я, как, ну, какой-то специалист, какой-то степени, я считаю, что это краудфаундфайнансинг. То есть, народное финансирование. И под это понятие в мире еще толкового объяснения нет. Мы идем впереди планеты всей, дорогие друзья. Чем я вас очень мощно и поздравляю встать. И фактически в завершение я бы хотел просто еще одну такую реплику сказать, что смотрите, много разговоров было и идет об IPO. То есть, выходу в открытое, раскрытое, значит, предложение акций. Открытое. То есть, выход на международный рынок. Важно здесь сконцентрироваться не о том, задают вопросы, как мы и когда выйдем. Поймите правильно, что это очень конфиденциальная информация. Понимаете? Это закрытая информация. Работа ведется. Вот. Но здесь в этом плане я просто хочу сказать, что нам важнее задавать вопросы, при каких условиях и с какой выгодой мы выйдем. При каких условиях выгодно нам выйти. И об этом мы тоже будем говорить. А не то, что когда, сколько, чего, как. Это очень закрытая информация, дорогие друзья. Не докучайте, пожалуйста. И на завершение хочу сказать, что вы поймите правильно, что нам повезло очень мощно. Мы с вами все попали и все больше как бы обосновываемся в вагоне, который идет в мощном поезде. Поезде к благополучию. Поезд Ковей. Я образно говорю, ну, таково уже мое мышление, да? Вот. Это вагон не отделим от этого поезда. Понимаете? Это очень важно себе понять. Я об этом только что говорил. И это IPO, это только промежуточная станция. И на этой станции многие могут, а это полустанок, многие захотят выйти. Да, пожалуйста, IPO будет, будет на бирже, продавайте, делайте, что хотите. Но я считаю, что это только полустанок. Все лучше, еще впереди. Давайте, желаю всем успехов и всем нам правильного движения и как бы быть соратниками в этом плане. Таким образом, я сейчас передаю свое слово нашему коллеге. Я очень рад, что у нас в команде есть такой человек, который мудрость свою обрел уже вот в таком, скажем, в моем понимании достаточно раннем возрасте. Дай бог всем такого. Это эксперт, мощный эксперт, он постоянно растет, он владеет и словом, он владеет и уже системным пониманием, и это радует. Алексей Суходоев, тебе слово. Благодарю, Владимир. Приветствую вас, дорогие друзья. Собственно, я думаю, что все видели ролики, то есть отчеты о двух, даже трех днях выставки. Ну, второй и третий день можно считать как за один, то есть это именно день адресных проектов. И я решил не сопровождать какими-то презентациями свое выступление, а поставить только одну картинку, потому что она действительно полностью отождествляет то, что произошло в Индии. То есть произошло единение разума, логики, изобретательства, души, сердца и здесь вы видите, соответственно, соединение этого в бесконечность. Сравнение было и комментариев в чатах достаточно много. Я хотел бы выразить свое отношение и свое видение, потому что это непосредственно на выставке в Индии и на переговорах в Индии, на тех, которые не максимально закрыты, потому что на максимально закрытых переговорах могут участвовать и представлять интересы только топ-менеджмент головной компании, то есть это Виктор Игоревич Бабурин, это Анатолий Эдуардович Юницкий. Но я могу сказать, я видел и бизнес-планы, и проекты, и чертежи, именно которые были представлены нашим партнером по штату Джарханд, по штату, соответственно, Химачал, Прадеш, это город Харм-Сала, это родина резиденции Далай-Лама, и Судхир Шарма, также очень уважаемый человек, именно Далай-Ламы, потому что он один из тех, кто построил на самом деле дорогу до резиденции Далай-Ламы, и, соответственно, Анатолий Эдуардович уже делает дорогу нового поколения, то есть дорогу второго уровня, и, естественно, Далай-Лама полностью благословил, почему я говорю естественно, потому что это, дорогие друзья, было предопределено. Единственное, было непонятно, когда произойдет эта встреча, но когда Далай-Лама говорит, что вы делаете очень чистое, нужное и доброе дело, это оценка не только для буддистов, это оценка эксперта высокого уровня с разных испастазей и с разных абсолютно категорий. Ну, а я хотел бы рассказать вообще то, что произошло в Индии и к чему это приведет. Мы все помним, и это такая веха в развитии этого года проекта Skyway, это 926 миллионов долларов, это цифра открытая, то есть это несколько проектов в штате Джарханд, штат, который имеет потенциал полезных ископаемых, огромнейший, то есть 40% полезных ископаемых там сосредоточено. Огромнейший потенциал к росту населения, потому что на самом деле не такая большая часть Индии, то есть это небольшой штат и несмотря на то, что естественно, как и вся Индия заселена, но есть еще потенциал куда расти. И, соответственно, мы всегда говорим, дорогие друзья, что вообще понимание именно плотности населения, понимание заселенности, понимание миграции, оно кардинально поменяется и кардинально уже меняется на территории Индии на государственном уровне и на государственном масштабе. Судхир Шарму можно считать в будущем, как только он это реализует для нас, для тех, кто поддерживает проект Skyway, чуть ли не премьер-министром Индии. И Анатолий Эдуардович сказал, сказал именно в интервью, когда Судхир держал брошюру по Smart Cities, что, соответственно, приведет Индию от умных городов к умной инфраструктуре и, соответственно, к умному государству. И я не побоюсь этого слова, возможностью стать и второй экономикой мира и даже первой экономикой мира. И все это понимают, дорогие друзья, поэтому мы имели огромный интерес и огромный, так скажем, потенциал роста в виде адресных проектов. То есть примерно 15 адресных проектов обсуждались на выставке. Примерно 5-7 это готовые проекты, которые бери и делай. То есть все это передано в отдел адресных проектов под руководством Кирилла Бадулина. И я могу сказать, что Кириллу просто сейчас придется день и ночь работать только над Индией. И я не удивлюсь, что после выставки придется расширять этот департамент, потому что действительно огромнейший интерес был и со стороны СМИ, естественно, и со стороны телевидения, и со стороны чиновников. То есть в третий день подошел очень серьезный представитель парламента Индии и сказал, что на следующем заседании я обязательно всю эту информацию донесу до тех министров, которые ответственны за внедрение как транспортной инфраструктуры. И Анатолий Эдуардович дал ясно понять на своем высказывании и выступлении на пленарном заседании, на панельной дискуссии. Я считаю, что только выступление Анатолия Эдуардовича так вот ярко отражало именно название выставки Smart Cities «Умные города», когда Анатолий Эдуардович естественно рассказывал о линейных городах. И дал всем понять, что мы не просто инфраструктура, что составляет именно дорогу и транспорт. Мы нечто большее, мы девелоперский проект и соответственно даже сейчас может быть не с министром транспорта необходимо в первую очередь общаться, а с другими министрами, которые занимаются именно девелоперским проектом и именно утверждением, согласованием этих всех телодвижений. И я могу сказать, что мы на высшем уровне получили поддержку и сейчас я думаю, что это потихоньку дойдет, а может быть и быстро дойдет. Никто не может предполагать, дорогие друзья, и вы уж простите нас великодушно, мы не будем называть в наших вебинарах, в наших новостях, допустим, какие-то суммы адресных проектов. Мы будем говорить то, что нам сказала головная компания. То, что есть только на официальных ресурсах. Ирина Волкова абсолютно правильно говорит. И мы вас призываем к тому, чтобы действительно расти и в информационном поле, потому что нам сейчас нужно говорить о том, что происходит в виде адресных проектов, о том, что произошло уже при запуске и начале ходовых испытаний в начале Unibike, то есть 28 ноября 2016 год. Далее, соответственно, Unibus, это 21 апреля 2017 год. Соответственно, осенью при достаточном финансировании в 2018 году прямо перед инотрансом, и там еще планируется и гонконгская очень серьезная выставка, в которой мы, возможно, будем участвовать. Это, соответственно, запуск высокоскоростного транспорта. И далее, дорогие друзья, у нас есть стратегия развития, как я всегда говорю при различных диалогах и монологах и всех обсуждениях, независимо, с кем я общаюсь. То есть это либо, допустим, момент и вопрос о построении сети. Мы все прекрасно помним, что у нас сетевое построение корпорации. Либо я общаюсь с чиновником, либо я общаюсь с юристом, неважно. Я всегда открыто и действительно с гордостью заявляю, что у нас стратегия развития. Мы показали, что вот три года, что мы преодолели. Мы знаем, что у нас будет, соответственно, уже осенью 2018 года. Ну, я всегда буду подчеркивать, что при достаточном финансировании. И над этим, дорогие друзья, мы активно каждый день, я думаю, что все активисты каждый час спят и видят, чтобы мы, соответственно, добились цели и закрыли именно первичную необходимость финансирования. То, что нам необходимо продемонстрировать высокоскоростной транспорт. Но, дорогие друзья, потом у нас будет куда двигаться. И не просто будет, это уже есть. Потому что Анатолий Эдуардович не раз уже упоминал, что после отработки высокоскоростного транспорта мы будем переходить к гиперскоростному транспорту. И я могу сказать, дорогие друзья, сейчас судьба и мировая тенденция к нам благосклонна. Посмотрите новости. Илон Маск сейчас публично говорит, что необходимо реализовывать гиперлуп. То есть он понимает, что на опорах, как транспорт второго уровня, он не в состоянии инженерно реализовать не конкретно он, а те команды, которые сейчас работают. Поэтому он сейчас занимается. Кому-то покажется это странным рытьем каналов. И поды там будут перемещаться, и капсулы, по его мнению, гиперлуп там будут перемещаться. То есть второй уровень оставлен, как вы думаете, для кого, дорогие друзья. Второй уровень оставлен для Skyway, потому что только небесная дорога может занять всю эту инфраструктуру. И как мы и говорили не раз, дорогие друзья, и это исследование Pricewaterhouse, была оценка, сколько за последующие 5-7 лет необходимо увеличить рынок мировой экономики, насколько только учитывая транспортную инфраструктуру. А что такое транспортная инфраструктура? Это, соответственно, только дороги, и это подвижные составы. Никто не берет в расчет стоимость земли. Никто не берет в расчет, дорогие друзья, ту инфраструктуру, не транспорт, а вообще инфраструктуру второго уровня. Когда бизнес-центры, когда жилые комплексы, когда рыбные фермы и многое-многое другое. Когда появится струнное вакуумное стекло, которым мы будем армировать наши здания в линейных городах. Когда пока что еще необходимы нам взлетно-посадочные полосы, они будут армироваться струнными технологиями также. Дорогие друзья, кто этим будет заниматься? И когда мы со всеми членами правления зимой находились на заседании в кабинете Анатолия Эдуардовича, мы задавали такой вопрос. Анатолий Эдуардович, мы сейчас слышим и чувствуем, что возможно вот тот момент необходимости финансирования, который нам сейчас нужно преодолеть, он близок и скоро он будет достигнут. Что потом? Анатолий Эдуардович просто, так скажем, своей доброй, открытой, честной улыбкой сказал, что вам будет чем заняться. На этом, дорогие друзья, я хотел бы подытожить свое выступление. И давайте расти не только в профессиональном уровне, но и в информационном плане, то есть в социальных сетях, мы пока это не будем жестко регулировать. Но если будем замечать, что в таких странах, как Индонезия, на минуточку внимания, после Индии Виктор Игоревич Бабурин и Анатолий Эдуардович сразу отправились в Индонезию. На высшем уровне новости нет конкретики, потому что конкретику нам не говорят, потому что мы, соответственно, в эффекте транса можем это передать на вебинаре. Но я могу сказать, дорогие друзья, просто, я думаю, что это чувствуется даже через экраны. В Индонезии все тоже очень и очень хорошо. Поэтому индонезийцам, тот, кто продвигает именно через сеть, наш проект будет работать все тяжелее, потому что единственное, о чем им можно будет и нужно будет говорить, это экология, это выбрасываем маски, это есть решение от смога, есть решение, как спасти миллионы человеческих жизней. Дорогие друзья, поддержите этот проект, не говоря о тысячах процентах инвестиций, не говоря о потенциальных колоссальных дивидендах, а мы все понимаем, дорогие друзья, что они будут колоссальными, а говоря о том, что является болью той или иной страны. Потому что только Skyway комплексно и действительно широко может решить и вылечить боли целых стран. Поэтому уже фактически, наверное, к миллиону людей близится. Уже давно мы переплюнули такую цифру, как миллион зарегистрированных людей и давайте стремиться к миллиону активных участников проекта Skyway, чтобы каждый день строить Skyway, спасать планету и давать дорогу в мир транснету. Но я передаю слово действительно человеку, который огромное влияние оказал на всех нас в проекте, на меня лично. Это учитель, гуру, это действительно оратор. Приветствую, друзья. Как видно, как слышно? Отлично. Андрей, понятно. Спасибо. Алексей передал слово. То есть, как вы видите, сегодня у нас такое промежуточное подведение итогов. Это не просто вебинар, это уже определенные такие новости и вехи. 41 день остался до Экофеста. Мы сейчас уже повторяем это везде, исходя из того, как идет логика работы в конструкторском бюро, на производстве на заводе в Шабанах. И там висит график и уже день разделен по сменам. И видно, что объем работ какие для первой смены, для второй, для третьей. Ну вот, соответственно, уже именно 1 июля, как мы не раз говорили, что это параллельное построение десятков и сотен одновременных задач, которые сойдутся в одно время, в одном месте. Это 1 июля 2017 года в Марьиной Горке. И мы, друзья, я думаю, что большинство, те, кто смотрят наши репортажи, телемосты, те, кто участвуют в процессе, они, конечно, там будут, потому что сегодня уже количество проданных билетов, то есть те, кто изъявил желание вплотную приблизилось, а по-моему, завтра узнаю, уже перешло 4000 человек. А всего планируем, что будет около 5000 человек, на это рассчитана, в общем-то, вся постановка инфраструктуры, потому что больше это все-таки будет уже довольно-таки тяжело, потому что опыта, друзья, скажем, проведения такого мероприятия не так много не только у нас, но и вообще во всей Белоруссии. И, друзья, я могу сказать, что Алексей уже упоминал, что в проекте зарегистрировано 237 стран, и Евгений об этом говорил в самом начале. Это, друзья, ну, в общем-то, мы как-то не задумывались, и мы так быстро к этому шли, что проскочили цифру. 197 стран это официально зарегистрированных в реестре Организации Объединенных Наций, а всего государств их больше. Там есть спорные, есть разные, есть непризнанные, но, тем не менее, их всего 230, сегодня где-то около 240 с чем-то. Так вот, 237 зарегистрировано у нас. И это говорит о том, что количество акционеров, причем даже не важно, друзья, когда мы цифру называем, сколько это, 220 или 237, сколько мы сейчас учли, это не в этом важно. Сам главный принцип, что у нас сегодня практически все известные государства, где живут активные здравомыслящие люди, они сегодня зарегистрированы и участвуют в проекте. Это сегодня 200, более 200 тысяч активных инвесторов, которые участвуют в процессе, участвуют в проекте, которые поддерживают проект. И это, друзья, само по себе уже уникальное событие. Я когда разгофаривал тут с Анатолием Дуаровичем, он после переговоров в Индии, когда уже был в Индонезии, потому что, как Алексей сказал, они сразу же вылетели в Индонезию, там, прямо, друзья, могу сказать, с понедельника будут приходить, ну, просто интереснейшие новости, вот, потому что там переговоры прошли действительно на таком же серьезном и результативном уровне, как в Индии. И когда Антон Дуарович уже просто вот в таком, ну, очень серьезном состоянии, когда уже очень серьезно устал, обсуждали вопросы, и я ему говорю, Анатолий Дуарович, вы могли представить, там, три года назад, когда мы начинали, что будет 237 стран, 200 тысяч человек, которые поддерживают, и мы с вами будем проводить фестиваль, потому что это действительно, друзья, праздник. И уже сегодня, друзья, в заявках, которые поданы, это более 50 стран мира, то есть более 50 стран, жители 50 стран приедут на экофестиваль. Конечно, это нельзя было даже предположить, и еще год назад, когда вот Алексей начал, ну, очень активно прорабатывать, сказал, что основные наши инвесторы, основная наша сегодня это будет сначала Европа, потом Юго-Восточная Азия, а потом уже и Америка и Канада. Я, честно говоря, даже не мог представить, потому что мы два года работали усиленно на российском пространстве с русскоговорящими, и мне трудно было представить, что люди, которые живут в другом менталитете, в другой системе, они могут понять, что делает русский ученый, что делает русская команда, что строится в Белоруссии, и что мы предлагаем. Сегодня, друзья, по прошествии года я могу откровенно сказать, что я даже не подозревал, что 90% моего времени, моих конференций, вебинаров и общений будет сегодня именно с европейскими партнерами. У меня настолько плотно сейчас расписан график каждой недели на конференции, что сейчас уже идут накладки одна на одной, и когда нас уже с Алексеем начинают приглашать на одну конференцию, я говорю, друзья, мы не можем позволить себе уже такой роскоши, чтобы вдвоем приезжать. Мы уже находимся в разных местах, и мы с ним уже, я не знаю, то, что больше месяца, наверное, уже месяца-полтора точно не общались лично, а только по встречаемся на вебинарах и в Скайпе, и в Вайбере. Это тоже, друзья, действительность, это тоже так. И вот буквально на прошлой неделе проводили конференцию в Италии, сначала в Падове, потом в Венеции. И, друзья, я специально сделал все эти записи, выложил, то есть они все лежат в перископе, посмотрите, кому интересно хотя бы первую часть выступления Александра. Это наш партнер, очень интересный такой активист нескольких проектов, крупный. И он сейчас пришел в Скайвей, это крупный бизнесмен в Италии. И надо было видеть, как он эмоционально говорил, как он представлял проект и с каким искренним восхищением он потом, вот вечером, когда мы были на такой уже неформальной встрече, за ужином, когда он говорил, я восхищен русским проектом, я восхищен русским ученым, я восхищен всей командой, которая это делает. И вся итальянская команда, она просто там стоя аплодировала, когда позвонил Юницкий, я говорю, Анатолий дурач, вы должны это видеть, вы должны это слышать. А для себя сделал вывод, что вот сейчас пытаются сделать какую-то русофобию или какое-то противостояние. Так вот, друзья, это для тех, кто не знает, что делать или преследует какие-то, скажем так, не общечеловеческие неправильные понятия. То, что мы делаем, друзья, мы соединяем мир, мы объединяем мир, мы убираем проблемы, которые сегодня создаются, и мы уже это создаем. И наш девиз, который вошел для всей нашей команды, мы объединяем мир, это помимо того, что строй скайвей, спасай планету, это как раз говорит о том, что все, кто смотрит в будущее и хочет, чтобы это будущее было лучше, то есть с оптимизмом, он сегодня у нас. И сегодня обычно тоже был очень интересный разговор в начале итальянской конференции, когда пришли люди, которые работают на рынке криптовалют, на рынке новых средств, и которые уже обожглись на одной пирамиде, на второй пирамиде, и они как бы задают вопрос, а где у вас гарантия или как вы можете аргументировать, что вы не такого рода проект? Я говорю, друзья, я вам задаю вопрос на вопрос, чисто как у нас говорят в Одессе. все эти проекты, назовите хоть один проект вот такого толка, который живет больше трех лет, тем более развивается. Нет таких проектов, есть только тот проект, у которого есть продукт. Так вот, друзья, мы не только спустя три с половиной года, как Евгений в самом начале сказал, что мы идем и мы видим или пытаемся дальше сказать, чтобы наш проект активизировался. Нас проект сегодня набрал такие обороты, идет с такой скоростью, что то, что было, это была подготовительная работа. Это начало нового этапа, это окончание, скажем так, предварительного этапа, когда мы собрали единомышленников, когда мы показали всему миру, когда Юницкий доказал, что струнные технологии – это единственное возможное развитие технологического движения. Все. Через год, друзья, это станет очевидно всем. И начнется другой этап. Мы сейчас с вами подошли вплотную, то, что будет называться технологической гонкой, когда все поймут, что это главное направление и, соответственно, все начнут в этом направлении двигаться. И здесь, друзья, я могу сказать, нам просто повезло. Но что такое везение, друзья? Мы собрались, мы на очень сложной стадии поверили в проект, пришли в проект, поддержали проект. И сегодня, когда мы все в экофесте, друзья, увидим, что мы с вами сделали, это будет действительно гордость, потому что мы прошли этот путь, но, друзья, мы с вами только сделали первый шаг, мы запустили технологическую гонку. А дальше вы думаете, что Siemens, Bosch, Bombardier, они придут к нам и скажут, вы такие молодцы, продайте нам свою технологию. Нет, друзья, не придут. Они будут создавать свое, они будут воровать у нас интеллектуальную собственность, ноу-хау решения, они будут выдавать наши решения за свое и будут стараться делать то же самое. И это, друзья, тоже, это реальный мир, к которому мы подошли, и к этому мы тоже готовы, потому что здесь выигрывает только лидер. Начинается гонка на лидера. То есть тот, кто будет создавать постоянно новые модели, тот, кто будет давать постоянно новые технологические решения, тот, кто будет давать самую дешевую, самую безопасную, самую экономичную систему, тот будет давать. И здесь, друзья, я уже цитирую, я это не привожу и никогда не говорю, что это я подвел этот первый термин. Это посмотрите в запись, я специально это оставил, и это будет выложено на всех наших роликах. Это Александро, итальянец, который выступает и говорит, что, друзья, Леонардо да Винчи жил в Италии, и мы говорили, что Леонардо да Винчи дал миру очень многое, он итальянец, и мы этим гордимся. А сегодня Леонардо да Винчи 21 века, это Анатолий Юницкий, это инженер Юницкий, который дал миру сегодня столько технологических решений, которые просто этот мир изменят. И для меня, людей, которые находятся с родиной Леонардо да Винчи, которые нашего, скажем так, руководителя проекта, нашего партнера, называют Леонардо да Винчи нашего времени, это тоже, друзья, очень хорошая оценка. И у нас сегодня, друзья, есть фора, которую мы создали тем, что поддержали Юницкого за последние три года, соответственно, он над этим проектом работает больше 45 лет, и именно это дает нам, друзья, уверенности, что в той технологической гонке, которая сегодня началась, мы займем очень достойное место. Мы будем создавать свои производства, мы будем делать адресные проекты, мы будем со всеми партнерами в взаимодействии по всему миру строить Skyway, создавать Transnet и, соответственно, двигать. Единственное, что можно сказать, что мы будем не одни, нельзя такой огромнейший рынок, который сегодня исчисляется десятками и десятками триллионов долларов, сказать, что на этом рынке может быть одна или тем более монопольная команда. Нет, друзья, их будет несколько, и мы с большим удовольствием будем смотреть, кто в этой технологической гонке будет рядом с нами. Siemens, Bosch, Kamasaki, Bombardier, Toyota. Мы, друзья, будем рады любому из этих, потому что это все очень уважаемые нами партнеры, очень уважаемые. Но то, что я могу сказать, они все будут с нами в одной линейке, мы также займем это место. Это, друзья, определено тем, что мы первые, это определено тем, что Юницкий вывел и создал систему, и самое главное, мы наработали технологические решения, которые сегодня позволяют это утверждать. Поэтому, друзья, 1 июля это будет очень важный момент, к которому мы подошли. Это переход к той стадии, когда технология Skyway становится очевидным. Я, друзья, уже тут, я некоторым отвечаю, потому что мне кто-то пишет, особенно, когда мне пишут в Skype или в чат или начинают говорить, я слежу за вашим проектом уже 3 года, и у вас ничего не поменялось. Друзья, я сразу же обрываю этот разговор. Раньше я говорил, что все, до свидания, нам не о чем говорить. Дальше я, после этого я говорил, почитайте сайт. Сейчас у меня одно утверждение. И можете на меня обижаться, можете не обижаться, как угодно. Я сразу говорю, я с идиотами и с провокаторами не разговариваю. Если вы 3 года смотрите на проект и не видите никаких изменений, вы идиот. Если вы говорите, я не идиот, я говорю, значит, вы провокатор. Значит, у вас есть какая-то корысть утверждать и делать. Потому что то, что, друзья, я приезжаю каждый раз в Экотехнопарк, а я там бываю, друзья, я могу сказать, с очень большой периодичностью, чаще, чем раз в месяц. Я каждый раз увижу, что там происходит. Я, друзья, каждый раз, когда приезжаю в Шабаны на завод, и когда мы, помните, мы репортажи делали с Францишиком, с нашей словакской делегацией, с Алексеем, мы были, когда закладывали только первый 24-местный Юнибус. В прошлый раз, друзья, когда я был 2 недели назад, я видел уже внутреннюю отделку. А 1 июля он будет уже на ходовых испытаниях, друзья. И это ничего не меняется? Или когда мы при нас начали строить грузовую трассу, вы видели, а сегодня уже Юникар готовый, сейчас идет ходовые испытания на заводе, и 1 июля он встанет на испытания. Ничего не меняется? Ну, друзья, ну тогда я могу сказать, а что же тогда в вашем понимании меняется? Когда люди говорят, что за 3 года или за 2 года, еще 2 года в эко-технопарке ничего не было. Поэтому с такого рода людьми я не перестаю. И второй вопрос, когда мне шлют и говорят, вот мы увидели там теоретическую разработку, и как вы к этому относитесь, конкуренты нам или нет. Здесь сразу могу сказать, друзья, у нас на сегодняшний момент нет конкурентов, просто нет, кроме скоростной железной дороги, либо поезда на магнитном подвесе. Потому что они существуют, их можно сравнивать. И мы сегодня перешли за эти 3 года очень важный момент. Мы перешли в ту технологию, которая создана, которую можно сравнивать, можно оценивать и производить экспертную оценку. А если кто-то принес бумажку и говорит, у меня есть еще какая-то идея, я говорю, друзья, до свидания. Придете тогда, когда вы будете показывать, что можно сравнивать. Из разряда болтунов, друзья, мы очень долгое время, я могу сказать, это был очень сложный период, когда Юницкому приходилось отвечать на вопрос болтунов, которые ничего в этой жизни не создавали, но пытались сделать оценку, а тем более критику проекта Юницкого. На сегодняшний момент, друзья, мы перешли этот этап. И Юницкий разговаривает только с тем, кто создает, только с профессионалами и с экспертами. Все, друзья, разговор с болтунами прошел. Сейчас начинается очень серьезный бизнес. И вы видите, сегодня ведутся переговоры на высочайшем уровне, когда крупнейшие компании, руководители государств сегодня уже начинают. У нас готовится после Экотехнопарка прям целая серия очень серьезных визитов в Экотехнопарк. Вы много чего увидите. То есть мы что-то будем анонсировать, что-то не будем анонсировать. Все, друзья, начинается процесс уже по запуску реальных, конкретных, очень серьезных адресных проектов. И это, друзья, то, что основной наш с вами результат. Мы это запустили, мы это создали, и мы вместе дальше это будем двигать. Горизонты, которые сегодня открываются, друзья, они просто колоссальны. Начиная от создания своих электронных площадок, своих платежных средств, своих бирж, инвестиционных компаний, адресных проектов, которые будут влиять на целые страны. Это, друзья, только небольшие шаги, которые мы дальше будем делать. Следующие шаги – это запуск еще технологий, которые есть сегодня у нашего Леонардо да Винчи в инженерной школе Юницкого. Это еще ряд технологий, которые, друзья, по эффективности будут даже превосходить Skyway. Это трудно сейчас представить, но это так, друзья. Но это будет после того, когда Skyway пойдет, когда мы можем сказать, мы запустили Skyway, и мы запускаем следующую технологию из инженерной школы Юницкого. Это будет, друзья, тот бренд, у которого не будет уже никакой конкуренции и, соответственно, не будет никакой альтернативы. Мы тоже, друзья, к этому подошли. И дальше, я думаю, друзья, сейчас у меня ряд определенных событий, которые еще произойдут, друзья, до Экофеста. Но, как вы понимаете, у нас уже есть определенное разделение. Меня много в этом обвиняют, в том, что, так сказать, я кое-что знаю, но не могу, друзья, сказать, потому что это недостаток, и я могу сказать, это издержки нашего, скажем, сегодняшнего положения, потому что очень многие вещи хотелось бы рассказать, но нельзя с точки зрения бизнеса и с точки зрения постановки. Но, с другой стороны, мы должны вам, как партнерам, мы должны вам, как нашим соратникам, мы должны постоянно рассказывать и показывать, что происходит. И тут я могу сказать, друзья, если бы вы знали хотя бы десятую часть того, что знаем мы с Алексеем, вы бы к проекту относились еще совсем по-другому. Но к всему придет свое время, друзья, и все увидите. И здесь я прям до, скажем, личных обид, когда мне говорят, что Юницкий обещал что-то показать и не сделал. Вот здесь, друзья, я очень категорично всегда отвечаю, что, друзья, даже тот меморандум, по которому мы работаем три года, то, что там описано, если вы сейчас четко поставите, я с одним профессионалом, именно железнодорожником, итальянцем разговаривал, и он весь наш меморандум с карандашом по пунктам полностью прошел. И он мне говорит, что я в вашем меморандуме не нашел легкой транспортной системы. То есть, да, вы пишете скоростной, низкоскоростной, высокоскоростной пассажирский, низкоскоростной грузовой, а где легкая система? Ее нет в меморандуме. Я говорю, ты абсолютно прав, потому что по ходу пришли к мнению, что ее надо сделать, спроектировали, сделали, построили, испытываем Юнибайт. Друзья, никто не задается вопросом, что мы идем в графике меморандума, мы идем в графике этапов, а между тем создали еще один крупнейший мировой рынок. Между тем продемонстрировали в Берлине новые машины, близко к которым не может придвинуться сегодня ни Илон Маск, ни любая другая сегодня технологическая компания, потому что они работают на другой технологической платформе. Мы по ходе показали, что мы решили проблемы мобильности 4.0, 4+. И сегодня продекларировали и показали мобильность 5.0, то есть, когда можно перемещаясь, заниматься еще вещами, которые нужны в повседневной жизни, начиная от работы в интернете и кончая занятием спортом, мы, друзья, это показали и вроде как никто даже не обратил внимания на то, что произошло и как произошло. Вот, друзья, оценка вот таких профессионалов для меня очень важная, а оценка как называемых профессионалов, которые говорят, мы тут изучали ваш меморандум и что-то нам там кажется, что-то вы говорите не так, друзья, мне это слышать смешно. И особенно вот сейчас то, что пытаются, вот я на итальянской конференции, наша делегация из Венгрии очень серьезно подняла вопрос вот по вот этой компании ЕРС-1, ЕРС-2, вот, и здесь типа, что это такое, и вы вплоть до того, что вы обманываете акционера. Друзья, четко в меморандуме написано, что для того, чтобы выход будет продано 25% акций, а 400 миллиардов это 100 миллиардов. Поэтому какие здесь нарушения? Мы продали одну компанию, точнее продали акции как акционерного сейфа на 30 миллиардов, перешли к следующей, создали вторую, надо будет перейдем к третьей. В чем проблемы? И вот эти вот все, которые пытаются найти блох и вот в этой ковыряться, это, друзья, разговоры. Если вам это тешит удовольствие, мы прям специально на прямой связи связались вот с этим депутатом венгерского парламента, прям все, чтобы слышала аудитория в Италии, вот, мы с ним проговорили, он сказал, у меня нет никаких вопросов, я снимаю все вопросы, вы ответили, все мне это абсолютно как бы удовлетворяет. Поэтому, друзья, можно, конечно, сейчас по меморандуму или говорить по каким-то неточностям, но тогда, когда говорить, что вы сделали больше, чем написано в меморандуме, вот это, друзья, я понимаю профессиональный подход. А когда начинают прицепляться к одному проценту или к другому проценту и сказать, что тем более еще кто-то кого-то обманул, вот это, друзья, значит, какие-то другие цели преследуют. Поэтому давайте ко всему этому относиться очень спокойно. Это вопросы роста, это вопросы изменения, потому что, друзья, три года, когда писался в меморандум, когда мы начинали, друзья, мы, конечно, надеялись, что мы будем расти, но что у нас будет 200 тысяч акционеров из 237 стран мира, ну, честно могу сказать, я даже этого не мог предположить. Ну, буду там, я как раз сегодня увижу Анатольдарча Юницкого, он пролетом сегодня с Индонезии в Минск, вот, и поэтому мы договорились сегодня встретиться, потому что я говорю, все набегу, все, а завтра, чтобы вы понимали график его работы, завтра уже в 10 утра у него презентация в экотехнопарке очень крупному бизнесу, очень крупным политикам там из России, из Беларуси, вот, поэтому он прям сегодня в Минске и завтра с утра уже делает презентацию. Поэтому, друзья, конечно, нам очень повезло, что мы работаем сегодня с Леонардо да Винчи и с инженером Юницким, что у него такая работоспособность, и это гарантия того, что, друзья, что мы дойдем до тех целей, которые ставим в меморандуме 15 этапов, то есть до 2018 года. Потом следующие задачи, которые ставят, и старт, и разгон будет дан такой ракете Skyway, что она потом действительно выйдет уже на SpaceNet, и это будут следующие наши рубежи, куда мы пойдем. У меня на этот предмет, друзья, нет никаких сомнений, вот, потому что то, что уже сейчас реализовано, позволяет говорить, что мы на правильном пути, мы с вами делаем правильное дело, и поддержка Далай-Ламы тоже очень такая правильная, когда он сказал, вы делаете нужное и светлое дело, это действительно так. И то, что мы сегодня эко-технопарк, то, что мы проводим эко-фест, и то, что в конечном итоге мы с вами строим эко-мир, и Юницкий, как основной человек, который делает технологии для создания нового эко-мира, это тоже действительно, друзья, правда, и в этом плане вы увидите еще очень много. Поэтому я готов еще обсуждать потом многие нападки, я готов, постоянно общаюсь с нашими недоброжелателями, здесь, друзья, от этого никуда не уйти, потому что чем дальше в лес, как говорится, тем страшнее волки, но пауков боятся, в лес не ходить. Поэтому мы идем, друзья, в правильном, в нужном направлении, давайте строй Skyway, спасай планету. Друзья, до встречи от 1 июля, и я вам абсолютно от себя и от всей команды гарантирую, что это будет действительно праздник, это будут незабываемые впечатления, вы увидите того, что еще не видели никогда, и я точно знаю, что эти вещи будут, мы их до эко-феста никогда никому не показывали, не покажем. Поэтому, друзья, нас ждет очень хороший этап, а дальше это переход на новую работу, на новый этап, переход и в этапе с точки зрения меморандума, и переход на новый уровень с точки зрения информационного пространства, и переход на новый этап с точки зрения бизнеса. Все, друзья, я благодарю всех директоров, кто выступал, Евгения, и Володя Маслова, и Алексея Суходоева, и наших ребят, которые все поддерживали, то есть у нас очень такая серьезная и сильная команда, которая делает серьезный результат, это Ирина Волкова с Владиславом Волковым, и Инета, и Лариса Артамонова. Друзья, сегодня мы все можем сказать, что наш вклад к тому этапу и к тому, что мы подошли, очень существенный, и это как раз с одной стороны и очень радостно, но и с другой стороны это большая ответственность, потому что дальше требует еще большей ответственности, еще большей работы. Но, друзья, лично меня это только радует. Поэтому на этом этапе, на этой ноте, друзья, всем желаю как раз хороших выходных, отличная погода, работаем, движемся, строимся.